Бывали хуже времена Разные бывают человеки, одним плевать на все вовеки, другие почитают труд, а третьи общество иуд Внимание! Говорит и показывает лаборатория автомобильной диагностики Привет, ребята! Еду в Калужскую область работать, населенный пункт Ферзикова Буду смотреть сканию Понька, причем она такая потрепанная жизнью, по-моему, 2007 года и с пробегом больше миллиона Ну да, доеду, посмотрю, что называется Вчера ездил работать в Клин, и вы знаете, не перестаю удивляться дебилам, сидящим за рулем грузовиков Которые себя называют дальнобойщиками Иду по платной трассе в сторону Клина Платная трасса Москва-Санкт-Петербург И передо мной мост С правым поворотом, да, мне нужно проехать под мост И забраться на мост Дорога, которая поворачивает в сторону Клина Соответственно, перестраиваюсь заранее в полосу разгона и торможения А с моста спускается фура Мерседес МП4 в составе автопоезда Ну, я нормальный человек, он же как бы видит своей левой стороной, что я иду по полосе разгона и торможения Не тут-то было! Он смело выруливает на автобан А тормозить мне уже поздно, потому что, ну, я впритык к нему Мне ничего не остается делать, как перепрыгнуть в левую полосу и начать оттормаживаться там Ну, я, соответственно, торможу, смотрю на него, думаю, больной, не больной Ну, думаю, ладно, обгоню Обгоняю его опять, перестраиваясь в правую полосу Потому что мне надо все-таки направо поворачивать, да, на мост И когда повернул свою полосу правую, да, сигналя ему Даю, как бы, понять, что ты не прав, чувак А радиостанция у меня работает Вот Соответственно, чувак тоже сигналит Думаю, не понял, чувак Ну, беру тангет, объясняю, говорю, а где вы правила дорожного движения учили? Говорю, это что за выходки такие? И тут чувак несет матом Все, что он обо мне думает Вы знаете, ну, захотелось А я все-таки это на работу, да, захотелось бросить работу Поймать этого чувака и объяснить С какого места он не прав И по какое место Ха-ха-ха-ха Или объяснить по тому месту, где он не прав, скажем так Вот этим органам, которые выдают права этим сумасшедшим Я к ним сейчас обращаюсь Вы к кому права даете? Это ненормальные люди Это раз Дальше Вот этим людям, кто их берет на работу Тоже у меня вопрос к этим людям Вы кого берете на работу? Это же психи, профессиональные Они не знают правил дорожного движения Причем это лицо, управляющее этим грузовиком Орала в рацию, что Это полоса разгона, чувак Ты мне должен уступить дорогу Поскольку у тебя помеха справа То есть этот псих даже не смотрит на знаки, которые стоят Там, уступи дорогу Что он выезжает на автобан С авторостепенной дороги То есть у него вообще понимания нету, что он творит Знаете, когда такие психи за рулем маленьких автомобилей Это, ну, обычно маленький ущерб, да Но когда такие психи за рулем больших автомобилей Это смертельный ужас То, чего они творят на этих дорогах Это просто кошмар Из-за этих придурков гибнут люди Ну и так, едем в Калужскую область Работу работать Вот такое начало дня На самом деле солнце, красиво У нас как-то зима нас попугала Попугала-попугала И, в общем-то, сегодня легкий мороз Где-то там минус 2, минус 3 Но дорога сухая, хорошая Мне 170 Даже 200 километров до Ферзикова Я думаю, что она и там будет сухая И хорошая дорога Ну, а придуркам за рулем Хочу все-таки сказать Вы на досуге там Когда между вот этими пьянками На парковках Вы все-таки открываете правила дорожного движения Читайте, что там написано Потому что то, что вы творите на дороге Это называется преступлением За это вообще сажают То есть за последствия преступлений сажают А дальше вас будет мучить совесть Если вы все-таки кого-то убили За рулем автомобиля А человеческая жизнь Это самое ценное, что есть на земле Ну, вот так Знаете, что интересно? Вот в этом Ферзикова работают два перекупа Я их знаю больше 5 лет Ну, так или иначе Я туда как-то раз в году приезжаю Да, бываю Но так или иначе Эти перекупы все еще работают Представляете? И вот я опять вот еду туда А перекупы, видимо, не догадываются Что я еду Ну, смотрите Вот за Серпуховым, да Поворот на Тарусу Стоит танк Т-34 Развивается наш российский флаг И буква Z на башне Видите? Народ все-таки патриотично Относится к событиям Которые сейчас Происходят на Украине Все-таки земля у нас обильно Политая кровью Видите? Здесь какой стоит Истребитель Когда-то наши деды Расправились С международным фашизмом С европейским И теперь пришел наш черед На Украине Расправляться с этим самым Фашизмом Причем тоже международным Ребята Стамеечка П-340 Последний ленивец Так 21-го года Лобовое стекло Седьмого года С левой стороны Водительское С правой стороны Седьмого года Машина крашеная Это хорошо видно Кабина у нее Вот здесь Ее пытались полировать Но вот так вот она Задние спойлера Вот они Здесь дырка В кабине присутствует Здесь вообще пластиковыми хмутами Стянуто Не мудрили особенно С ремонтом Судя по хмутам Стекла Левое стекло фары Стекло фары Не оригинальное Поворотник тоже не оригинальный Противотуманка сгнила Это еще целое Правое стекло фары Тоже не оригинальное стоит Китайский поворотник Замечательно Внизу Сальник течет передний Видно тоже хорошо Текущий передний сальник Просто замечательно Здесь тоже крашеная И прям вот пальцем ведешь Шероховатая Задняя стенка Крашеная почему-то Вот здесь вот Здесь вот крашеная Синей краской То есть ее готовили к продаже Чтоб она выглядела хорошо Так Диски тормозные Тормозные диски Ржавые все Мама не горюй И там их не сильно видно Диски колесные тоже крашеные Серебрянка осталась Рама у нее крашеная Ресивера крашеные Проводка Нестандартно перебрана Стоят хомуты Да Впечатляет БДФ кузов Так 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 Рама 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 целая Но крашеная Весь коричневый цвет выкрашен Пневмо баллон задний Подвесного моста Сканиевский родной стоит Да Крашена она прям По ржавчине Сундук тут А человеку нужна Она под эвакуатор То есть Кунг у нее В случае чего Будет сниматься Трещина в креплении Вон она Видите Так Рама Может подтеками Крашена Просто из пульвика Просто где-то Красили просто так Вин номер Хорошо читается Так Тахограф Аттестация Аттестация Он проходил 10.03.20 Хорошо А здесь уже стоит Шайбовский и Вековский Тоже понятно Зачем это делано Тахограф Просто вынули Так В кабинке Она смотрится Вот так Тахограф Как я сказал Ивековский Потолок здесь Провисает Прям вообще Что с ним делали Непонятно Холодильника здесь нет Лоточек такой Антифриз Свежайший Совсем Свежайший Новенький Ага Спасибо большое Из пульвика Красили Даже черная краска Осталась Так Вот они Следы Под краски Ну Вроде так Видно Что ее Красили Заливная горловина Отмыта Оранжевая Вся Масло Масло Чистейшее Вообще Чистейшее Меняли не так Давно Но без эмульсии Соответственно Маслозаливная горловина Чистейшее Ее снимали По-моему Мыли Клепки 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 не по центру И клепки Колхозные Правая дверь Правая дверь Петли навеса Целые Дверной рамки Повреждений Не имеет Коллекторные Прокладки Свежие Подголовками Прокладки Свежие Двигатель Перебирался И патрубки На параните Стоят На радиатор И было это Не так давно И хомутики Это не ее Вот сток Фильтр Скания Стоит Отстойник Тоже Сканиевский В двигатель Лазили не так давно Прокладки Коллектора Даже не обгорели Совсем Недавно Это было Голова Компрессора Вообще Новая Стоит Кноровская Блок управления Двигателем Но даже Не могу сказать Снимался Или нет Генератор Точно Снимался Mitsubishi Electric Или Delco Remy Что-то Такое Стоит Но на сканьях Изначально И шли Mitsubishi Потом Стали Баши Появляться Ну конечно Коробку снимали Это видно Хорошо Так Интересно Интересно Колокол Задний На двигателе Тоже На черном Герметике И тоже Видно Что снимали Когда-то В двигатель Лазили И что там Ну это Прям вообще До соплей Отмыто Все понятно Жгут Собран Нестандартно Собран Да Лонжерон Левый Подкабинный Целый Повреждений Не имеет Но Гидровусилитель Тоже не течет Не видно Отсюда Тяга У него Стоит Рулевая Продольная По-моему С разборки Она какая-то Что-то Меченая Да Точно Вон она Видно Хорошо Так А на бачке На бачке На опрыскиватель Лобового стекла Масла Дофига Это масло Вот отсюда Вон оно Осталось Ясен пень Видимо Это мы Ли Когда двигатель Делали Так Правый Подкабинный Лонжерон Целый Повреждений Не имеет Подъемник Стоит Кабина Родной Скания И он Снимался Когда-то Что еще Здесь Хорошего Или плохого Ну Вроде Больше Ничего Такого Не видно Страшного Ну И подкапотное Пространство В общем-то Нормально Без разводов Без масляных Единственное Что Сальник Передний Течет Видно Хорошо Прямо Великолепно Видно И вот Эти прокладки На пароните Искусственно Вырубленные Вот Она Не Оригинальные Забавно Компрессор Двухсекционный Голова Породистая Кнор Красивая Голова И недавно Прямо Ставили Прокладку И головку Видимо Тогда Когда И двигатель Перебирался Ну Рама Вроде Целая Слева Справа Когда-то Рулевой Откручивали Тоже Хорошо Видно По Гаечкам Так А генератор Прям Можно сказать Либо С Ремонта То есть Он такой Даже Вот Обмотка На нем Еще такая Либо Хорошо Очень Помыт Прямо Великолепно Так Все красили Вместе с трубками С воздушными клапанами И со всем прочим Хозяйством Но кузов БДФ Красив В общем-то Да Диск Тормозной В халамину Что слева Что справа Можно выкинуть Диски Конченые Колесные диски Красились Вон они Видны То есть Ее перед продажей Просто Привели в порядок 8154 А здесь 8154 Все совпадает Сапун на коробке Тоже был Когда-то В масле Просто Его Помыли Диагностический Коннектор Какой-то Он Там Пины Очень Прискорбно Выглядят Боюсь Что там Что-нибудь Оторвано Будет Миллион Триста Тридцать Тысяч Триста Семьдесят Восемь Километров Воздух Воздуха у нас Во втором контуре 5 В первом Практически Два с половиной Разница давления В контурах Четырех Четырехконтурник Не держит Запуск Запустился В принципе Ничего Машина Отмыта Потолок Провисает Забавно Да На холодную Не сапунит Все чисто Бачок Чистый Чистый Вообще Чистый Антиприз В нем Новый Погреем Посмотрим Да Холодильник Тут вообще Отпад Просто 13.06 Номера Гаражные В каком-то Предприятии Она видимо Работала Судя по всему Интересен Кузов БДФ Редкий Случай Диски Диски Колесные Колесные Крашеные Вместе с гайками Подвесной мост Тормозной диск Ржавее Чем нужно И в принципе Машина Машина Не дымит Здесь даже Щетки Терли Катализатор Оттирали Передняя Передняя Кама Стоит 202 Остаток Достаточно Большой Слева Слева Справа Правую дорожку Это скорее всего Шкварня Рулевое колесо Напишет Неисправность Тахографа Здесь Тахограф Я уже сказал Не от него Рулевое колесо Вращается легко Без посторонних Звуков То есть Гидроусилитель Работает Отлично Сцепление Отпускаем Смотрим Бьет в педаль Сцепление В самом конце И при отпускании Бьет в педаль Такое ощущение Что Диск Лупит Работает 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 Но очень медленно Видимо Все таки Забито грязью Потому что Меняли голову Компрессора Видимо Была эмульсия Добавим ему Оборотиков Не добавляется Понятно Из того Что слышно Клапана Барабанят Но в двигатель Лазили Надо посмотреть Вообще Когда двигатель Делают И потом Машину В продажу Запускают Это сделано На продажу Потому что После того Как двигатель Ремонтируют Обычно Машину Эксплуатируют Чтобы отбить Затраты А здесь Просто делали Скорее всего Для продажи Кладем ногу На педаль газа Повышаем оборот И смотрим Как растут Поехали Растут ровно Пока что Тысяча Две тысячи И все Маловато Будет Две тысячи Оборотов Две тысячи Дальше Не идет Обалдеть Слышно Слышно Хорошо Что клапана Долбят Надо регулировать Масло Течет С поддона По моему Из перегрузальника Течет Масло Несмотря на то Что двигатель Ремонтировали Видно Очень хорошо Не сапунит Я вам скажу Вообще От слова Совсем Эмульсия Случайно Не появилась Нет Не появилась А масло Новое Его как перебрали Залили маслом И оно видимо Не ездило Оно сюда приехало Вот все Прошел Прогревочный режим Холостые Встало Так Интересно то Что вот эти вот Болтяне Тоже снимались Для каких-то целей Аккумуляторная секция Покрашена Вместе со всем остальным С рамой Ну гнездо Диагностическое Таки работает Неожиданно По крайней мере Плюс с минусом Есть Это хорошо Посмотрим Что дальше Сейчас запустим Увидим Работает она При посторонних звуках Шума Неотрегулированных Клапанов Видимо После тех Работ Когда Производились С ремонтом Двигателя Клапана После никто Не регулировал А теперь Надо это сделать Но что делали Уже не знаю Да Но Судя по всему Что прокладки Некоторые Вырублены Искусственным способом Вручную Цели не ставились Качественно Что-то сделать Иначе бы Когда двигатель Ремонтируют Да Покупают сразу Комплект прокладок Родных Чтобы не бегать Потом по магазинам А когда Утыкаются В ситуацию Ух ты Блин А этой прокладки Нет Это говорит о том Что Не задавались Такой целью Капиталить Ну Кабинка Конечно Машина старая Все таки Да Кабина Оставляет Желать лучшего Но 2007 Год Надо понимать Это правильно Ну и так Смотрим Скания 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 Вот она Скания П340 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 Смотрим Что там Интересного Начнем С двигателя Самое интересное Это всегда Двигатель Впрыс ПДЕ Поехали С двигателем Связи нет Демонстрирую Фиг вам Ошибка связи Координатор Подключиться Неужели Коншины нет Это часто делают Когда пытаются Не показывать Какие нибудь данные Плюс С минусом Тоже нет Видите Все замечательно Значит коншины Сигнала нет Тормоза Вот такая вот Фигня Ребята Они не промах Тоже ничего нет Все понятно Немножко подогнул Контактики В диагностическом Гнезде Связь появилась Сохраненных Ошибок Нет Информация О системе Это блок управления Двигателем Данные блока 168 154 Вин Ее Моточасы двигателя 51 547 Моточасов А пробег Миллион 330 Замечательно То есть Если считать 50 км в час Средняя скорость То будет 2,5 миллиона 2 миллиона 577 350 Ну в два раза Пробег скручен В общем-то Больше я ничего Не могу сказать Температура двигателя 80-90 Основная температура 25 418 Моточасов 90-97 94 Моточаса От 97 До 104 14 Моточасов То есть В принципе Перегрев То в общем-то Легкий был Идем дальше От 104 До 106 Один час Но двигатель Перегревался Хорошо живет На свете Виннипух Скорость Скорость Основная скорость Скорость У нее была От 60 До 77 От 67 До 77 Но разгонялись Прилично До 121 км в час Целый час От 92 До 111 102 километра 102 часа От 88 До 92 919 То есть На ней Гоняли На самом деле И далеко Не в городе Гоняли Значит В принципе 2 миллиона Она свои Прошла Измеряемые Параметры Смотрим Датчик давления масла 3,8 бара Есть изменение давления Сейчас посмотрим С чем это связано Температура охлаждающей Жидкости 54 Давление наддува 1,082 1,08 1,085 Тоже прыгает Сейчас посмотрим Обороты у него меняются Али как Так А вот давление наддува Кладем ногу на педаль газа Нажимаем Поехали Сначала Давление уменьшается Пока Ноль реакции Давление ниже Чем на холостых Пока Ноль реакции Вот Стало расти давление При полторы тысячи Оборотах Резкий скачок Подъема давления Не даду в турбины Но и обороты Она не нажимает Но не даду в бешеный Обороты двигателя А обороты двигателя Ровные Представляете 500 Отсюда Вывод Диапазон изменения Давления масла Это Соответственно Скорее всего Неправильно Перебранный двигатель Так Дальше 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 Объем топлива Максимальные значения 150 миллиграмм Много Много Проверка системы Балансировка цилиндров Температура достигнута Обороты у нас ровные Температура 56,2 градуса Смотрим Четвертый цилиндр Плюс 2 И 25 Единственные в плюсе Но остальные Там более-менее Четвертый цилиндр В плюсе Вообще Ресурс двигателя Исчисляется Именно в моточасах Тут даже пробег Смысла не имеет Да Судя по ресурсу То есть По моточасам Ресурсу двигателя Уже до свидания Износ колодок Первое колесо 18% Пишет 100% Это новый компонент 0% Это изношенный 18% Это в помойку Правая передняя 14% Туда же В помойку Задняя ведущая По 45% Остаток Подвесное По 46% Остаток Самые интересные Данные Регистрационные данные Транспортного средства Такой Интересный блочок Посмотрим Что там Но я думаю Моточасы здесь правильные Вот именно От этого автомобиля Информация Но износ Тормозных колодок От мы не будем уже Так Нагрузка оборота двигателя Температура топлива Смотрим Так Не установлен Такой вариант В блоках Температура воздуха На впуске Что тут 51 547 МОЧ Как везде Так Окружающие Температуры Воздуха Атмосферное давление Так Так Напряжение батареи Здесь моточасы правильные То есть в принципе Здесь С моточасами Здесь все в порядке Как они были Так они и есть Время работы Уровень топлива 14,5 А дальше У нас интересно Пройденное расстояние Прочерк Пройденный Программитель скорости Прочерк Время работы Прочерк 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 АБС Прочерки То есть все Прочерки Количество нажатия На педаль сцепления Прочерк Тут все понятно Все же таки Компрессор Посмотрим Компрессор Даже сейчас убитый Интервал 33% Это уже близко к концу Но я же говорю Что еще и не держит 33% 34% Не держит 4-х контурник Это плохо Голова компрессора Помененная Но Производительность Компрессора Уже на грани Грузка на двигатель 7% 8% Меняется Но у нас Одна форсунка Плохо работает Температура Температура Окружающего воздуха Пытается Ну где-то Контакт плохой Скорость подачи топлива 0,85 0,9 0,85 Рабочий цикл попадает На плохую форсунку Она тоже меняется Обороты двигателя Отсюда переменные Вот сейчас Общее количество Мод часов 51,547 Общее количество Израсходованного топлива 669,448,5 литров Обалдеть Просто Перегонный завод Общий пробег 1,330,378 Первый контур Утечка 11,6 Второй контур 11,8 В общем Четырехконтурник Можно в помойку Выкинуть Первый контур Это тормоза АПС 0,6 0,7 0,5 Вообще Не от него стоит Хотя Вин номер Сходится Уже меняли Машина Седьмого Года АПС Пятого Замечательно Это Подача Сжатого Воздуха АПС Связь АПС Нарушена Была С панелью Приборов И блоком Управления Это когда Меняют Ставят Чужой АПС Пока он не запрограммирован Он не опознается Что здесь и происходило Я же говорю Онмененный Когда это было 28 12 21 На самом деле По всем блокам Одна и та же дата 28 12 21 Фигурирует Передний сальник В двигателе Говорит Что не озадачивались Двигатель полностью Перебирать Видимо головки потекли Они поменяли головки Прокладки Вот Поменяли прокладки Коллектора Ну и прокладку Патрубка На радиатор Они даже вырезали Из паранита Соответственно Моточасы На двигателе 51 500 Это уже Никакого смысла Не имеет Вообще Эксплуатировать То есть Тут целиком Надо двигатель Капиталить Смотреть Почему сальник Течет Что они там Натворили Ну и так далее То есть Я не знаю Сколько это Железка стоит На колесиках Но в моем понимании Машина старая С бешеными Моточасами И в общем-то Вкладывать Сюда и вкладывать Передача Первая передача Включается Отпускаем сцепление Четвертая Затрудните Вторая Вроде ничего Третья Нормальна Задняя Нормальна Четвертая только Синхронизатор Четвертой передачи Фигня Ну и по машине Стоит такое удовольствие Три с половиной миллиона Машина 2007 года Но Давайте пойдем Так сказать По порядку Двигатель явно Собирали на продажу Была замена Прокладок Под головкой И некоторые Прокладки Вырублены Вырублены Из паранита Это значит Народ не готовился Капиталить двигатель Потому что Если капиталит двигатель Да Сразу покупают Набор прокладок А здесь есть Ручное изготовление Прокладки Из паранита На холостых оборотах При Равномерном прокручивании Коленчатого вала То есть Двигатель обороты Не меняет Равномерно крутится Есть изменение Диапазона Подачи Масляного давления Это говорит о том Что Не все вкладыши Нормально себя чувствуют Дальше Есть утечка Масла С переднего Коренного сальника На двигателе Это говорит о том Что Ну вообще Двигатель Конечно Старый Да Все таки 51 с половиной Тысяча моточасов Что соответствует Должно Приблизительно Двум с половиной Миллионам Пробега То есть По сути Двигатель Выработал свой ресурс Вот Учитывая то Что скорее всего Делали его на продажу Потому что Прокладки даже На коллекторе Не обгорели Обычно Когда ремонтируют Двигатель Капиталят Да То потом машина Ходит долго Отрабатывая Вложенные Средства А здесь Его перебрали И Продали Соответственно Капиталит Двигатель Придется Самому Сцепление Износ Уже в самом Конце Тоже В общем-то Такая Достаточно Затратная Статья По теперешней Ситуации Четвертый Синхронизатор На коробке Ведет Коробку Нужно будет Перебирать Но Представьте Машина Прошла Два с половиной Миллиона Я думаю Что и не только Коробку А еще и Редуктор Придется Перебирать Заднего моста Соответственно Компрессор Двухсекционный Но Производительность Компрессора Уже на грани Судя по диагностике Компрессор Можно менять Башка На нем Продамененная Новая Прям стоит Совсем новая Дальше Турбина До полутора тысяч Оборотов Не развивает Никакого давления Потом Срыв Идет Подскок И набор давления Это говорит о том Что турбина Тоже неисправна Соответственно Форсунка Четвертого цилиндра Неисправна Идем дальше Клапана стучат Неотрегулированные Это уже вообще мелочи На фоне всего остального Того что там имеется Передний мост Колодки На выброс В помойку Диски тормозные Туда же И суппорт Тормозной Передней Правой В ремонт Трубка Сапуна На коробке Трубка Сапуна На коробке Имеет Такой Хорошо спекшийся Масляный Подтек А поскольку Двигатель мыли Коробка тоже Вполне Возможно Вот этот Подтек Он образовывается Из-за того Что шестеренки Уже имеют Приличную Выработку При работе Коробка Достаточно Серьезно Нагревается Соответственно Масло В коробке Расширяется Ему деваться Некуда Она давит Через сапун Какие-нибудь Остаточки Масла Что скорее всего Здесь и происходит Ну и соответственно Ресурс Двигателя Исчисляется В моточасах Никак не в пробеге 51 520 Моточасов Это значительный Ресурс При котором Двигатель Можно благополучно Перебирать Соответственно Агрегаты И узлы Тоже подлежат Капитальному Ремонту При таком Уровне Эксплуатации Ну и что Остается Да практически Ничего не остается Че там То есть В моем понимании Этот автомобиль Должен стоить Ну где-то В районе Полутора миллионов Рублей Но никак Не три с половиной Хотя конфигурация БДФ Таких машин Немного конечно И в принципе Кабина достаточно Так скажем так Неплохо Сохранилась Но учитывая то Что шильдик На кабине Висит Очень странным образом Склепанный На клепках Которые даже Не по центру Ну у клепочек Есть вот это Вот центральное Отверстие Да через которое Клепки эти клепаются И оно не по центру Смещено То есть Это говорит о том Что кустарным способом Приклепывали сюда Эту табличку Вопрос остается Открытым о кабине В таком случае Откуда кабина взялась И его ли эта кабина Вот Поэтому Честно говоря Ну ничего хорошего Да В этом я не вижу То есть В эту машину Нужно вкладывать Вкладывать и вкладывать И цена должна быть Соответствующей Три с половиной миллиона Для такого автомобиля Это достаточно большой уровень Ценообразования Вот Биазелька идет На ней написано По английски То есть Русскими буквами Английскими словами Глобал безопасность Глобез До чего же нас дошло поклонение Вот этим вот Английским аббревиатурам Что называется Из грязи в князи Вот смотрите Видите Глобал безопасность Неужели нельзя написать Максимальная безопасность Вот знаете Что мне нравится На наших дорогах Это предупреждение Храни вас Господь Вот уж действительно Автодор постарался Вложил В это Изречение Полную Свою силу Храни вас Господь Я бы еще поставил Подпись там Автодор Слушайте Представляете Разводилово ездит По дорогам Проехал Аэропорт Внуково Еду в сторону Москвы Смотрю В зеркала Сзади идет машина Ни номеров Ни фар не видно Ну Передние номера Да Держится у меня на хвосте И держится себе А я иду в среднем ряду В общем-то так Плавно Равномерно В 80 Вдруг он меня обгоняет С левой стороны Показывает Что-то там Ну как обычно Знаете Как колеса Когда спускают Показывает Что-то вниз А когда колеса спускают Я чувствую Когда машину там Начинают вести Но я же не профан Все-таки Думаю Странно Я открываю левое окно А там ему киваю Говорю Что он мне что-то говорит А я смотрю За рулем Лицо нерусской национальности Но я не слышу Что он говорит Думаю Ну что за фигня Включаю правый поворотник Думаю Ну сейчас где-нибудь там Припаркуюсь Посмотрю Что он там показывает То мне И тут Он меня обгоняет Сам паркуется На обочине С правой стороны Но я подъезжаю Чуть левее Открываю Правую форчику Говорю Что? А он мне говорит Ты когда газуешь У тебя аж искры сыпятся Из выхлопной Я говорю Да ты что? Ну соответственно Этот развод я знаю А дальше следует Проедем тебе в сервис У меня тут знакомые Ну и так далее И тому подобное Дураку не вдомек Что я технарь Да И что Вот любые такие трюки Искры сыпятся Да Эта машина должна ехать На трех цилиндрах Как минимум Или масло должно просто Выхлопную течь И только при этом Искры посыпятся То есть Ну Народ Ищет дебилов Которые вообще не понимают И В общем-то Вот я попробую Сейчас домой приеду У меня что-то там Записалось на регистраторе Попробую выложить Так что сегодня День разводов Ребята Не попадайтесь Таким разводам Разводилов Панели Прометрики И все такое Да Да У них что У них переводит А я Я говорю Я вам говорила Я вам говорила Что на данном уровне Технического развития Человечества Ваша зеленая повесточка Мудрка Это все Рано Вы в нее Ломатуйтесь А вот так Это все Так что Это самое Большое Делое Прождество Это Да 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 Не понял Да 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 ты что